Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Идоман. Сегодня на обзоре будет Немиров Originals. Настойка сладкая, клюква на коньяке, 9 стадий фильтрации, содержит натуральный сок клюквы и коньяка, объем 0,5, 21% крепость. Солодовый спирт, или точнее солодовый спирт, извиняюсь, 1872 год, но это Немиров, я так предполагаю, наша, надеюсь, российская. Да, объединенные пензенские водочные заводы, Кузнецкий ликероводочный завод, Россия, Пензенская область. Все акцизы есть, все есть. Вот так она выглядит поближе, как я и сказал, оригинал, все есть. Такая вот красненькая, кстати, этикеточка. Состав здесь все есть, настойка сладкая, Немиров, клюква на коньяке. Приобретал в Победе, но она, в принципе, есть и в Пятерочке тоже, и одинаковая цена у них, 289 рублей. Ну, блин, как всегда, я так и думал, друзья. Зачем они сделали вот эту наливайку? Ну, вроде хотя бы шарика нету, это уже хорошо. Так, наполним сюда. Ну, кстати, цвет в бокале уже начинает такой, более светлый уже цвет в бокале. Посмотрим, какая она вообще будет на вкус. Может, она, правда, ядрёно такая сладкая. Налил в две на всякий случай. Ну, вот, если честно, она почему-то коньяком совсем уж не пахнет. Пахнет какой-то обычной настойкой. Ничего такого нет, даже, по-моему, запаха клюквы нет. Ну, это с рюмки. А здесь интересно. Ну, здесь уже запах, конечно, клюковки слегка присутствует. Попробуем. Ну, кстати, друзья, довольно-таки лёгенькая. Я думал, что она будет реально покрепче немного. Хотя 21%, конечно, согласитесь, это не очень много. Ну, такая лёгенькая, нормальная штука. Я думаю, её бы в охлаждённом виде, она, я думаю, будет заходить получше. Никакого послевкусия не оставляет после себя. Я, если честно, думал, что она будет очень сильно сладкая. Ну, друзья, с рюмки, как я уже сказал, она заходит довольно-таки легко, довольно-таки мягко. Ну, это понятно, спиртуозности здесь не должно быть никакой. Ну, да, ей надо немножко постоять. С коньячного стакана, вот, допустим, запах уже намного лучше меняется. Но всё равно, конечно, с коньячного. Вот как-то спиртовой такой есть запах, но он такой очень-очень минимальный. И, кстати, она реально почему-то пахнет жёстче, чем пьётся. Возможно, ей, конечно, нужно постоять. Ну, вот с коньячного сейчас на втором глотке. Да, кстати, прочувствуется клюковка. Вот именно сразу почему-то красная ягода видится. Как с компота, друзья. Не свежая именно, а вот именно как с компота почему-то. И на глотке реально просто мягенько. И не оставляет она неприятного послевкусия. Но вот почему-то именно коньячного привкуса, друзья, я здесь как-то не чувствую. Посмотрим на состав. Да, хотел, конечно, поближе прочитать с телефона. Но, если честно, друзья, нифига не видно. Буду читать так. Дата розлива указана на бутылке, колпачке, этикетке. Страна происхождения алкогольной продукции, Россия. Массовая доля концентрации сахара 18 грамм на 100. Но, друзья, насчет сахара. Хотя он особо не чувствуется. Но будьте внимательны. Эта концентрация большая. То есть, я не рекомендую вам злоупотреблять такой штукой. Ее много лучше не стоит. Потому что башка будет болеть утром точно. Даже если при 21% башка, поверьте, будет болеть. Если вы в одно лицо, как говорится, выдайте такую бутылку. Не советую, друзья, так делать. В составе вода питьевая исправленная, спирт этиловый, ректификованный, из пищевого сырья люкс. Солодовый. Сахарный сироп. Морс спиртованный клюквенный. Вода питьевая исправленная. Спирт этиловый, ректификованный, из пищевого сырья люкс. Плоды клюквы, сок концентрированный клюквенный, осветленный, коньячный дистиллят, ну вот коньячного дистиллята, друзья, вообще я как бы во вкусе никак не угадал. Настой спиртованный цветов липы, так, тоже здесь спирт, ну тут в основном везде спирт люкс, то есть ревтификат в основном везде здесь добавлен, поэтому он скорее всего, если там минимальные-минимальные дистилляты вот этого коньячные, то скорее всего люксовский ревтификат нафиг поперебивал все это. Так, цветы липы здесь также, регулятор кислотности, в общем, все есть. Ну цвет у нее мне нравится, цвет очень даже неплохой, но я все-таки, друзья, склоняюсь ко мнению того, что ее нужно все-таки пить либо с ледиком, либо охлажденную. Просто так, наверное, не знаю, с рюмки, мне кажется, не стоит, будет это не очень вкусно, ну и соответственно, все равно она нужна похолоднее. То есть, если даже она будет комнатной температуры, я думаю, как бы, ну не прочувствуйте вы особо ничего. И вот, кстати, сейчас прошло некоторое время во вкусе, вот прям чувствуется, знаете, вот именно клюковка почему-то, она остается, вот реально остается. Но опять же повторюсь, клюква не свежая, если вы просто бы ее съели, а вот какая-то именно с компота. Хотя там написано и свежая, и концентрат сока, в общем, не знаю, мне почему-то больше клюквенный компот напоминает с добавлением немного спирта. Ну опять же, запах с рюмки, ну вообще можно сказать ни о чем. Хотя вот реально сейчас с рюмки почему-то пахнет именно соком клюквы, здесь вообще как бы спиртового запаха с рюмки именно нет. Заходит мягенько, сахар здесь, ну просто, вот 18 грамм на 100, вообще здесь сахар этот не ощущается. Но опять же, это напиток из тех разрядов, которые очень обманчивы. Вы думаете, да, легенькая, слабенькая, да, ничего не будет, и так незаметно, незаметно, бах, бутылочку ушатали, а утром встали и не поймете, что же с вами приключилось. А это, друзья, все из-за сахара. Ну если это не так, то поправьте меня. Не знаю, я, допустим, лично экспериментировать не хочу, чтобы вдуть эту всю бутылку, а потом утром поделиться с вами мнением, что же со мной такое. Я для такого эксперимента, друзья, не согласен, не хочу его проводить. Ну вот запах с коньячного бокала, кстати, вот здесь почему-то уже идет больше он спиртуозный. Да, его с рюмки нормально пить, но, наверное, тоже лучше холодненьким и наливать где-то пол рюмочки. И вот что мне нравится, это то, что вот клюквенное послевкусие держится просто неимоверно долго и приятно. То есть у вас на языке остается послевкусие ни спиртолюкс, ни дистиллятов, а именно вот клюквенного компота вот этого. Мне вот это очень нравится, друзья. С коньячного бокала тоже заходит очень приятно. Как я уже и сказал, если вы возьмете просто клюквенный морс там, либо клюквенный компот, добавите туда просто обычной водки и получится вам примерно вот такая вот настойка. По самой бутылке, бутылочка очень даже презентабельная, я думаю, скорее всего, 289 рублей здесь чисто за бутылки, что здесь, как я вам показывал, выпуклости есть, то есть рельефы. Дно здесь не толстое, крышка вот эта вот серебряная и, конечно, вот это они зря сделали. Зачем в таких продуктах делать наливайку, к сожалению, друзья, для меня это непонятно. Брать или не брать, ну, знаете ли, вот это я не очень любитель, конечно, таких сладких настоек, но лично для меня более-менее нормально. Но я бы, конечно, взял другие варианты какие-то попробовать. Лично эта, да, она нормальная. Ну и также она вот пойдет как женский вариант. Я думаю, вообще будет идеально, если налить там в стакан какой-нибудь, даже можно с подвиски просто, добавить ледика туда. И я думаю, вообще охлажденный, как женский вариант, будет очень прикольно. По запаху. Как я уже, друзья, и сказал, пахнет она намного спиртуознее, чем пьется. То есть, если именно по запаху, такое ощущение, что здесь все 38. А вот именно по вкусу, по вкусу заходит очень мягко, есть кислинка клюквенная, сахар здесь не ощущается от слова совсем. Ну и, соответственно, она заходит настолько мягко, как будто это просто реально, как-то, как будто это просто реально клюквенный сок, либо клюквенный морс, в который немножко добавили спирта. И он вообще не ощущается и вообще никак не дает о себе знать. То есть, при 21 спиртуозности здесь нет никакой. Так что, друзья, брать или не брать, для дам, либо же, если вы любите настойки, я думаю, возьмите, попробуйте. Вам обязательно понравится. И да, друзья, кому интересно, дата розлива 23.12.2023 года. То есть, в декабре прошлого года розлит именно мой вариант клюквы на коньяке. Так что, друзья, по самому напитку, ну не знаю насчет 9 стадий фильтрации и всего прочего, но клюква есть, да, но насчет коньяка у меня большие сомнения. То есть, ну вообще здесь даже и отдаленно дистиллятов нет. Но, опять же, повторюсь, это, скорее всего, из-за спирта этилового люкс, которого здесь очень много. И он, скорее всего, просто перебивает дистиллят. И также, друзья, я для себя, наверное, взял бы какой-то другой вариант попробовать. Но клюква эта довольно-таки неплохая. Мне нравится. Очень хорошая, легенькая. Я думаю, даже на застолье, на какое-то для дам, оно пойдет. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.